Здравствуйте! Кто не видел, как вращающиеся сосуды или вообще завращали жидкость, появляется такая вот струйка в центре вращающаяся, такой торнадо, такой вот водяной торнадо. Ну, в принципе, это легко смоделировать, можно просто раскрутить ложкой и появится такой вот жгутик. Не всегда оно появляется, можно просто заставить вращаться сосудик с водой на какой-нибудь подставке, это посложнее. И бывает такая вот специальная мешалка, я их многократно видел на выставках, посвященных химии, сосуд. В нём над ней лежит какая-то мешалочка такая, крестик такой, да, какой-нибудь. И крутится сама по себе в воде, прям бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл, и крутится, крутится перемешивает. А это внизу там, в подставке там вращающиеся магнитное поле, а в нём, значит, магнитики, ответные части. Вот он там вращается, перемешивает. Ну, такая мешалка. Ну, правда, при такой мешалке я не видел, чтобы возникала подводная торнадо, но вообще оно бывает. И вот обратили внимание, следующее внимание. Вы знаете, что на дне морей и океанов образуются гидриды метана. При приличном давлении, значит, тот метан, который выделяется при, скажем так, биопереработке, анаэробной биопереработке ила, который туда опускается, он превращается в гидрат метана. С водой соединяется. Это, помните, такие есть кристаллы-гидраты. Помните, в школе, может, проходили, там какая-нибудь соль умножить на сколько-то молекул H2O. Это вот у нас соль и твёрдые тела, они у нас в лаборатории образуются. Оставил какую-нибудь безводную соль, она набрала из воздуха, значит, вот этой воды стала, так сказать, комковатая такая стала. Это вот там и образовались эти самые кристаллы-гидраты, их надо прокалить, чтобы оставить. А вот гидрат метана, метана CH4, это тот газ, который горит в горелках вот на кухне газовой плиты, как так называемый природный газ, то, что называется. Не баллонный газ, а природный или магистральный. Тот газ, который вот должны качать по северному потоку, туда, в Германию. Вот это он. Это он, метан. И вот этот метан, там образуется кристалл-гидрат. Они стабильны при высоком давлении, ну и, соответственно, низкой температуре. Вот это вот дно в некоторых регионах покрыто этими кристалл-гидратами. Значит, я вам скажу больше. Значит, на дне Ледовитого океана есть под этим дном слой вечной мерзлоты. Вы не поверите, но это так. Как же так промёрзло ведь, да? Вода-то жидкая. Дело в том, что когда-то давным-давно значительная часть дна Ледовитого океана была не дном, была, значит, сушей. Вот, например, такие есть Новосибирские острова, может, кто знает. Ну, вы далеки, вот, география чувствует, но там у нас много интересных островов на севере. И вот эти Новосибирские острова соединялись с сушей. И там находят стоянки охотников на мамонтов, на медведей. Вот, там они были. Когда-то это просто пешком туда люди ходили. До тех пор, пока вот не началось таяние ледника и не поднялся уровень океанов. Естественно, там была вечная мерзлота. И вот эта вечная мерзлота сверху покрыта водой. На дне, там, да, там есть карстовые провалы. Да, там вот в некоторых местах начинается активное таяние. И, значит, провал карстовый, идут пузырьки, метана, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вот иногда там выделяется что-то там, газ какой-то, который, правда, до поверхности не доходит, как правило, а растворяется в воде. Вот как тем не менее, да, то есть вот так это исходит. Так вот, какое же удивление есть у подводных геологов. Сейчас нельзя сказать, что дно океана прям вот тик-тик изучено так же, как вот поверхность Земли. Не так хорошо изучено. Но тем не менее, в общем-то говоря, более-менее изучено. И вот каково же было удивление, когда, скажем, в районе Ирландии на дне нашли вот этот вот рельеф, отвечающий таким вот, понимаете, как вот дно, и в нём глубокие впадины. Глубокие впадины. Что, с чем это может быть связано? Такое вот дно с такими впадинами. Ну, это не карстовые провалы. Это не ледниковые карстовые провалы. Нет, там нет вечной мерзлоты. Ну, может быть, когда-то она и была, так я вот про себя так даю реплику. Правда, в это вот учёные не верят почему-то. А учёные скорее ищут здесь объяснение в том, что возникла вот эта вот торнадо. И вот в этом вот вихре в торнадо он-то как раз и разрушил слой вот этот вот метаногидратов, покрывающих дно. Ещё удивительное есть место на карте тоже дна океана. Это недалеко от Нигерии. Ну, тут уж точно никакого ледника не было. Тут вообще, говорит, нечего. И такая цепочка вот таких вот углублений, вырытых, как будто вот каким-то вихрем. И причём очень это напоминает. Дело в том, что вот у нас в Московской области, мы с этим столкнулись, где-то в 70-е годы была цепочка таких вот вихрей. Они проходили. И вот вихрь, когда идёт, он вот движется, останавливается. Здесь вывол делает, движется. Такая вот дорожка, состоящая из вихрей. И вот именно такая же дорожка, состоящая из таких вот углублений, есть на дне Атлантического океана. Там вот недалеко от Нигерии. Вот загадочно, почему эти вихри образуются в океане, кстати говоря. Вот это непонятно. Что его образует? Ведь никто там ложкой не перемешивает. Ну, понятно, мы знаем, вот есть течение, водовороты, да, там вот. Это мы видели, да. Но это всё-таки не такое вот подводное торнадо. Вот это вот одна из загадок, так сказать, природы, пока ещё не решённая. Это, конечно, не такая впечатляющая загадка, как загадка шаровой молнии, Но, тем не менее, тоже вполне себе загадка. Вполне себе загадка. И, кстати, встает вопрос. Ведь вот это вот метаногидратов на дне очень много. Это вот фактически вся продукция, значительная часть продукции морских биосистем, она заканчивает тем, что оседает на дно. А если это дно достаточно глубоководное, то там, значит, происходит вот этот вот процесс анаэробного гниения и с образованием метана, который там же и остаётся, он не поднимается на поверхность. Кстати говоря, при разрушении вот этого слоя, кстати, очень сложно там производить добычу, непонятно, как это вот его, мне, по крайней мере, то есть как-то вот разрушать и тут же какого-то колпаком собирать, я не знаю, какой-то типа подводный воздушный колокол, что ли, да, знаете, водолазный колокол. Оттуда насосом откачивать. Ну, как, непонятно, как там же вы откачаете, там же давление большое. Он же будет с водой соединяться. Ну, вот эти пузырьки, они в конце концов в воде-то растворяются, действительно, они так вот не доходят до поверхности. При разрушении этого слоя метаногидратов, как правило, до поверхности они доходят слишком глубоко. На мелких местах не бывает, там давления недостаточно, чтобы образовывались метаногидраты. Ну, вот такая вот история, я вам рассказал. Ну, кто научится эти метаногидраты добывать рентабельным образом? А когда-нибудь научится, да? Они всё океанское дно покрывают. Это вот не надо такие вот буровые работы какие-то делать. Но это гораздо сложнее, ты там-то буровое пробурил, и на одном месте получай газ или нефть. А тут надо по всему дну ходить и собирать, как грибы. Это достаточно сложный процесс. Он пока вот не за пределами возможностей и технологий. Ну, кто это сможет, разбогатеет, на науку может пожертвовать, может какую-нибудь метановую премию учредит, будут её под музыку раздавать. А пока я надеюсь на вашу премию, потому что поддержите меня. Я-то ведь живу на ваше подаяние, вот я интернет-нищий. Я себе долго говорил, я пионер интернет-нищенства. Нет, нет, не пионер интернет-нищенства. Говорят злобные языки. Прислали мне какое-то видео, там девочка в рваных джинсах просит. Вот, подайте мне деньги, джинсы купить, ну не будьте вы козлами. Ну, то же самое, наверное, я могу сказать. Просто без козлов. Вот. Даже козлы могут мне помогать. Вот, присылайте мне деньги ваши. Внизу у меня есть для этого номер Сбербанкской карточки. Номер счёта Сбербанк. Есть ссылочка, по ней можете пройти в Donation Alerts, задонатить. Есть ссылочка, по которой можете пройти и стать спонсором моего канала. Яндекс.Деньги, Киви, Кошелёк, Кошелёк ВКонтакте – это для наших соотечественников. А вот PayPal – это исключительно для иностранцев. Из России деньги по PayPal не посылают. Столько получать можно. Вот так теперь, такие законы у нас. Ну, вообще, без вашего подавления я помру. Я не смогу больше вам эти рассказывать сказки. Ну, пока, всех благ. До свидания.